Как попал в популярный мистический проект Гарри Поттер композитор Джон Уильямс, написавший любимую тему фанатов Паттерианы? Как на свет появилась знаменитая тема Хедвик, ставшая визитной карточкой этого кинобестселлера? И вообще, кто такая Хедвик? А начну я сей сюжет с рассказа о том, чем успел прославиться композитор Джон Уильямс до Гарри Поттера. Родился Джон в семье с традициями. Его отец играл на барабанах в коллективе Раймонда Скотта, довольно часто участвовавшего в озвучке мультфильмов компании Warner Brothers. Соответственно, духом индустрии саундтреков мальчик успел пропитаться еще в детстве, поступив в Калифорнийский университет. Брал уроки композиторского мастерства у одного из основоположников искусства написания киномузыки Марио Костельного Тедеско. После универа был призван в армию США, где проходил службу на должности дирижера, аранжировщика и композитора Оркестра военно-воздушных сил. После армии играл в нью-йоркских клубах, где и познакомился с Генри Мончини, написавшим невероятное количество популярнейших мелодий, среди которых такие великие темы, как Мону Рива. Литл Элефант Вок и Розовая Пантера Как после неоднократно рассказывал Джон, именно фундаментальные знания Марио Костельного Тедеско в сочетании с опытом заразительного Генри Мончини научили его легкости в работе над мелодией кино. Хотя справедливости ради я бы напомнил еще о вполне ощутимом влиянии на него музыки Дворжика и Штрауса. Потому даже под самые серьезные местами страшные сцены Джон Уильямс всегда умудрялся написать нечто невероятно легкое. Этим и объясняется успех написанного им для «Звездных войн» имперского марша, темы «Один дома», уже много лет приводящего в ужас гениального астената, написанного всего на двух нотах для фильма «Челюсти» и многих-многих других музыкальных киношедевров. Так вот, имея к моменту появления на свет Гарри Поттера и «Оскары», и «Эмми», и кучу других не менее престижных премий, Джон Уильямс оказался среди тех, кого Джоан Роулинг не очень хотела видеть в команде создателей Гарри Поттера. Она опасалась, что такому «Титану» может не хватить гибкости для работы над такой большой и необычной историей. Однако уже первый претендент на роль режиссера Стивен Спилберг безоговорочно заявил, что работать над Поттерианой будет только со своим любимчиком Джоном Уильямсом. Когда переговоры со Спилбергом не привели к консенсусу, Джоан Роулинг переключилась на Криса Коламбуса, но и тот первым делом упомянул, что кроме Джона Уильямса никто не справится с такой невероятно волшебной задачей. Именно в этот период Крис Коламбус завершал работу над слезоточивой картиной «Мачеха» с Джулией Робертс и Сьюзан Сарандом. Музыку к которому и писал Джон Уильямс. Несмотря на то, что уже после премьеры некоторые музыкальные критики пытались обвинить композитора в том, что он украл главную тему Гарри Поттера у себя самого, уж очень она напоминает несколько его же ранних мелодий, в ее появлении на свет виновата Челеста. Это такой клавишный металлофон, по виду напоминающий пианино, звук в котором извлекают мягкие молоточки, бьющие не по струнам, а по стеклянным пластинам. Экспериментируя на этом довольно редком инструменте, маэстро и нащупал тот сказочный мотив. Ну и напоследок, просто чтобы вы были в курсе. Многие в России недоумевают, почему в музыкальных каталогах эта тема называется темой Хедвиг. Мол, кто такая Хедвиг? Ответ на вопрос знают все, кто читал Гарри Поттера не в переводе, а в оригинале. И это уже никак не связано с композитором. Дело в том, что в английском оригинале романа Хедвиг – это кличка совы Гарри Поттера. Но при переводе книги на русский язык в издательстве решили, что Хедвиг как-то недостаточно привлекательно звучит для русского уха. И в процессе работы над переводом была придумана кличка Букля. С днем рождения! Вау! Но главная тема так и называется Хедвиг's Team. Хедвиг.